Вот этим ребятам хочу сказать спасибо огромное за спонсорские подписки на мой канал. Всем здравствуйте, господа! В этом видео я хочу рассказать о своем опыте использования iPhone XS Max на протяжении первой недели, что я с ним хожу, им владею, им пользуюсь каждый день. Это мое основное устройство. Если вам интересно, начали заставочку в студию, подъезжайте. Ребят, очень вас попрошу, пожалуйста, помогите мне, перейдите по ссылке в описании и посмотрите офигенную цену на iPhone XS Max. Возможно, она вам понравится. Вам не сложно будет, а мне будет очень приятно. Очень приятно. Ну, мы продолжаем. Сегодня буду так и разговаривать, потому что такое уже прикольное настроение, не знаю, какое-то игровое, что ли. Окей, может, о чем-то даже другом поговорим. iPhone XS Max. И делал предыдущее видео, скорее всего, вы его уже видели, где я говорил, что на самом деле это отдельное устройство. Я его считаю именно таким, потому что такого большого iPhone, ну, как бы по размерам корпус, ладно, окей, такой уже был в плюс-версиях, но такого большого дисплея вообще в iPhone не было еще. И ощущается он совершенно по-другому, нежели чем остальные, ну, прям другие айфоны. Это реально другое устройство. Его нельзя сравнить там с прошлой десяткой, потому что это совершенно новый iPhone. Странно, что они в том году такого не сделали. Ну, ладно, десятку они выбили. Сейчас это 10 и... там, 10S Max, черт возьми, плюс Max mini S-версия. Ах, да. Классное устройство. Мне на самом деле понравилось. Очень дорого ощущается. Выглядит не менее дорого, потому что вот этот золотой цвет... Я раньше, если бы, к примеру, выбирал iPhone, я бы себе золотой, конечно, никогда не взял, потому что он был таким прям... Особенно, когда он был в металле. Слишком светлый и слишком золотой. Слишком бабский, наверное, так бы сказал. Теперь он золотой, и это золото очень крутое. Выглядит он бомбезно. С этим вот бронзовым ободком. Точнее, это золото, но темное. Сзади какой-то песочный. Чехол на него даже не заказывал. Думал, что вообще буду без чехла носить. Потому что без чехла он у меня нормально врезает вот в такую подставочку Bose. Мне еще супруга дарила на день рождения давно, для iPhone. Вот, сейчас я постоянно пользуюсь там Lightning. А притом, если я одену сюда чехольчик, то он меня просто туда нарезать не будет. Не будет доставать до коннектора. Плюс беспроводная зарядка. Хотя, блин, в чехле это работает. Я когда ложусь спать, ставлю, у меня заряжается. Думал, что меня разочарует аккумулятор. Нет. За неделю, даже где-то полтора недели, что ли, прошло. Офигенно держит аккумулятор. То есть, заряжается раз в день и вполне все нормально. То есть, целый день его выдерживают. Притом, с игрушками. В игрушках вообще прям практически не садится. Ютубчик смотрю, все отлично. Традится только на сеть, на мобильную. Насчет экрана. Потрясающий экран. Яркий. Они с предыдущим 10-м iPhone мы его точно изменили. Он стал ярче. Ну, не контрастный, но ярче он точно стал. То есть, больше ты удовольствия получаешь от, не знаю, просмотра чего-либо. Давайте что-нибудь здесь запустим красивое, там, какое-нибудь GoPro видео. Люблю я их. Так, сделаем поменьше. Насчет звука. Ну, с предыдущего... Я предыдущим iPhone 10-м не владел. У меня супругу пользуются. Я остановился еще на шестерке. То, что они делали здесь со звуком. Вот сверху динамика, снизу динамик потрясающе. То есть, слушать Muzon, смотреть, не знаю, там, YouTube шикарно. Просто реально шикарно. Ты держишь, и у тебя полное погружение. К примеру, в Samsung уже говорил, что верхний динамик, он слишком тихий. И ты слышишь больше с этой стороны, нежели чем вот здесь. А здесь они прям, ну, одинаковые. Классно. Честно, перестал внимание обращать на вот эту бровь. Я уже не считаю, что про это нужно, конечно, говорить в каждом видео. Потому что на самом деле надоело. Когда каждый телефон присылают, ты говоришь, о, там и на бровь и так далее. Как бы это нормальная ступень эволюции телефонов. Дальше все пойдет, наверное, как Oppo Find X в безрамочность, а потом куда-то в другую сторону. Помните, когда раньше-то у нас были слайдеры, раскладушки и все остальное. Тоже как-то все это так вот ходило, ходило, ходило. В итоге пришло в сенсорные телефоны. Сейчас я думаю, что стоит вообще мобильному рынку развиваться в сторону аккумулятора, чтобы что-то такое изобрели, что будет держать хотя бы дня 3-4. Ну, что-нибудь прям такое, прям серьезное. Типа Тесла. Удивился очень от айфона по поводу камеры. Шикарнейшая камера, просто обалденная. Я со своим, к примеру, Galaxy S9, там, S8 фоткают. Они, конечно, прекрасно, но... Блин, айфон фоткает лучше. Я всегда это говорил, что мне нравится больше, как фоткает айфон. Прям реально очень хороший фотоаппарат. Если вы даже себе хотите купить, к примеру, как бы устройство все в одном, берите айфон. Потому что видеокамера, вообще, видеовозможности и фотовозможности прям потрясающие. Видосы снимать можно, даже камеру не покупать. Ты можешь просто на айфон записывать все основные видосы. Вы бы вообще никогда не догадались, если бы я полгода писал все там обзоры и так далее на вот эту штуку. Вообще разницы никакой нет. Просто обработчик небольшой прям будет шикарнейшая. Очень нравятся все фотки, все видосы. Прям шикарно выходит. Обожаю. Я, конечно, и поругать могу, потому что эта сволочь скидывает на комп все файлы очень медленно. USB 2.0 до сих пор. В этом телефоне 512 гигабайт памяти. Представьте, что когда у меня забьется вся память, iCloud я принципиально не хочу покупать, чтобы платить деньги за то, чтобы у меня там все это дело хранилось. Притом это нужно платить, вы сами знаете, довольно-таки дорого. Если у тебя много фотографий, ты хочешь там в iCloud куда-нибудь там 50 гигов выгружать. Я, честно, не знаю, сколько это сейчас стоит, но стоит это до хрена. И платить нужно каждый месяц. Они из тебя так, как это молочко из коровы будут высасывать. А потом, когда ты отменишь подписку, то все твои фотки, которые там и видосы там, они, конечно, ударятся. Их нужно куда-то все равно, ну, как бы физически в пределах компьютера деть, то есть файлом куда-то закачать. И я еще привержен из того, что я подключаю данную штуку к Windows компьютеру, как правильно сказать, к компьютеру под управлением операционной системы Windows. И скидываю все фотки, видео со всех папок на жесткий диск. Потому что это намного проще. К Mac так подцепить нельзя. Там только через iTunes это нужно. Или iPhone, как он называется. Закончить это в iPhone. Потом оттуда скинуть слишком долго. А компу подрубаешь сразу, как съемное устройство, все папки кидаешь. Но все папки выделить нельзя, скинуть, потому что он зависнет. А кидается все понемножку. И вот это, конечно, очень долго. Пока файлов немного, но даже какой-то видеоролик я там 4К записал. Да, я могу закачать в облачное хранилище, потом с компа вытащить. Но мне это неудобно. Я вот так вот подошел, вставил, хочу файл перенести на рабочий стол, быстренько смонтировать. Все. Да, вот с этим я могу еще работать работать. Хотя, странно, блин, устройство стоит овер до хрена денег. И ты получаешь такой медленный USB. Зарядка, к примеру, тоже по коннектору. Я бы не сказал, что она медленно заряжается. Притом, раньше iPhone заряжались намного дольше. Сейчас то ли они что-то сделали. Заряжается очень быстро, честно. Я заряжаю не через стандартную зарядку, а у меня... Я вам сейчас не покажу, я так не вытащу. Ну, короче, блок с USB разъемами, и там есть, типа, двухамперный, наверное. Такой заряжает быстро. Так что стандартную зарядку точно надо менять. Вспомнил опять вот этот кайф владения iPhone'ом при помощи вот этой, блин, клавиши. Это очень удобно. Выключается звук и без какого-либо геморроя, потому что в Samsung'е, да, там постоянно ночной режим включаешь. Вручную, либо он автоматически включается, чтобы звук выключить, а надо все это, короче, сдвинуть. Бат, все. Просто нажал, выключил. Очень удобная тема. Насчет связи. Все шикарно. Насчет, ну что, симки. У меня тут одна симка. Вторая только, это виртуальная поддерживается, то она в России не работает. Хотя мне это и не нужно. Насчет Face ID не пользуюсь, потому что я телефон так разблокирую и все. Ну, там покупки и так далее, это да. Ну, кстати, что касается вообще вот всех приложений, на iPhone'е они сделали, ну, реально комфортнее все. То есть все намного плавнее работает. То есть даже на Samsung'е S9 моем, которым я пользовался, хрен знает сколько, как бы, ну, там по-обычному. А здесь прям ты чувствуешь, как-то все так дорого очень работает прям. Очень хорошо. И все приложения, шрифт, вот прям ту, как надо, все очень красиво. Как бы вырезано. Любое приложение, какое ни возьми, все прям очень красиво. То же самое на налив. Он почему-то здесь выглядит намного круче, это приложение. То есть оно работает по-другому. Вот поэтому готов отдать свое предпочтение. Насчет, окей, там виджетов и так далее. Ну, я вам уже показывал, что я вот так вот их здесь добавил. Все свои виджеты. Да, в принципе, удобно. Ну, это все дело привычки. Я, конечно, говорил, что не готов отказаться от виджетов. Но, видите, так подвернулась удача, что, оп, теперь пользуюсь айфоном. Пока проблем не вижу, потому что мне, честно, конечно, это как, знаешь, когда у тебя вот столько техники, уже глаз замыривается, тебе вот, как говорится, не встает уже ни на что. А вот на новенький iPhone XS Max встало, да, загорелось, и вот, класс, теперь он у меня. Хорошее выражение, да, получилось. Очень нравится вот это поднятие, активация при поднятии, когда его берешь, на себя наводишь, у тебя экран вот так вот включается. Ну, и плюс, если у тебя там Face 1, у тебя, наверное, разблокируется. Вот. Это очень классно, чтобы время посмотреть так. Так, бац, кинг, 13.30, все, отлично. Вот это вот, помните, тема, которая сейчас пошла-то, что когда вставляешь зарядку, он тебе, типа, не заряжается, пока ты не разблокируешь. Такое ощущение, что весь интернет просто доктора наук какие-то, что все знают, что это вот именно из-за функции там с USB связано, что это надо отключить именно там. Там прямо на этой функции написано, что если вы не пользуетесь телефоном в течение часа и ничего-то не подключаете, то эта штука блокируется. Но там такая фича, она как бы через 15 секунд тоже работает. И это не зависит от того, что там разблокировал, не разблокировал. Видели даже на видосе, что ты даже когда разблокировал, она как бы не начинает работать. Ну, я думаю, что это все пофиксит, хрен знает. Ну, очень странный замолнушенный глюк, но такое всегда бывало. В принципе, во всех телефонах можно что-нибудь такое найти. Нет, кто бы что ни говорил, а вот, блин, если я уже понял, что это мой телефон, то, конечно, я его буду хвалить. Телефон хороший, прям очень хорошо сделали. Да, дорогой, ну, ладно, про цену мы не будем говорить, потому что здесь там можно много уже всякую эпопею составить, что насчет цены, кто себе может позволить, кто не может позволить. Пользуюсь. Так что, может, там спустя месяц, может, какие-то еще косяки, плюс-минус всплывут, тоже сделаю видосик, а пока супер. В коле утопил, все работает отлично. Динамик прям хорошо. Я, кстати, за него очень испугался, что когда я его в коле утопил, потом динамик очень плохо работал. Ну, это нормально, когда вода заливается. Но спустя сколько-то, там, 3 дня уже прошло, вполне себе нормально себя телефон чувствует, никаких прям нареканий нету. По работе ни с чем. IP68 справился, это, кстати, очень хорошо. Мне вот в Oppo Find X даже на так подсознательном уровне не хватало, что там есть влагозащита. Точнее, чтобы она там была. Я очень часто, к примеру, ложусь в ванну, беру телефончик, у меня Bluetooth-наушники, я сижу там, YouTube-чик смотрю, конечно. Конечно, YouTube-чик. И когда держишь телефон с влагозащитой, ты как бы спокоен. А когда ты без влагозащиты, то постоянно приходится об этом думать, чтобы держать его крепче-крепче-крепче. Вот. Ладно, это была неделя с iPhone XS Max, так что спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, пишите комментарии, как вам, что вам, кто уже из вас пользуется, какие плюсы, минусы. Тоже делитесь этим всем в комментариях. С вами был Ириан, до новых встреч, пока, ребят.